Хелло, ребят, в этом видео я дам вам готовый клише для задания 38 в ЕГЭ по английскому языку, описание графиков и таблиц, с помощью которых вы с легкостью сможете подставлять данные конструкции к любой теме, и далее вам нужно будет просто попрактиковаться по каждой теме, которая возможна встретиться на экзамене. Расскажу вам также в конце видео о наиболее эффективном способе проработки задания 38, и благодаря этому видео каждый из вас поймет, что несмотря на то, что задание 38 относится к высокому уровню сложности и соответствует уровню B2 или Upper Intermediate Level в английском языке, что довольно высокий уровень владения языком, но из-за шаблонности самого задания абсолютно каждый из вас сможет с ним справиться, получить за него баллы, и это круто. Так что обязательно оставайтесь со мной до конца, смотрите это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы мотивировать меня еще больше записывать для вас классных, качественных роликов. Погнали! Наиболее удобно будет рассмотреть клише к заданию на примере самого задания, поэтому смотрите, пожалуйста, здесь на экране вы видите пример задания 38. У меня также есть небольшая подсказка, поэтому позвольте мне смотреть немного вбок. Тут у меня ноутбук, и я буду подглядывать, чтобы точно знать, что говорю все правильно. Итак, начнем с самого задания. Что от нас требуется? Перед нами есть таблица с определенными данными, и именно эти даты нам нужно будет описать. Пять абзацев нужно будет нам с вами заполнить, так сказать. В каждом абзаце есть определенный смысл. Я расскажу, сколько предложений должно быть в каждом абзаце, что именно нужно писать, и все станет понятно. Итак, тема такая у нас. Imagine that you are doing a project on why people in that land learn English. Зачем люди в городе Энн учат английский? Давайте разбираться по порядку. Начнем с первого абзаца. Итак, формулировка первого абзаца звучит следующим образом. Make an opening statement on the subject of the project. Собственно, от нас требуется сделать вводную часть. Вводный абзац. Что там должно быть? Вводная информация. Откуда ее брать? Что там должно быть? Сколько должно быть предложений? Все должно быть около трех предложений. Сейчас расскажу, что должно быть в каждом из них. И, собственно, а что туда писать? Вся информация, которая есть в самом задании, а именно целевая аудитория. То есть все люди, people in that land, или teenagers from that land, или тинейджеры. Это важно указать целевую аудиторию. Обязательно указать город в that land. Обязательно указать, что вы нашли данные. В зависимости от того, в какой форме представлены данные, таблицы, диаграмма, круговая диаграмма и так далее. Обязательно это указать. Вы нашли данные. Обязательно сказать, что вы их нашли лично. Потому что задание подразумевает, что вы самостоятельно делали этот проект. Без какого-либо партнера. То есть используйте вместо имени первого лица, единственного числа. Я. Вот. И, собственно, все это важная информация, которую нужно указать. Посмотрите, пожалуйста, пример. Что именно можно написать в введении? Смотрите на экран. Да, то есть первое предложение – это некоторая вводная информация, которая подчеркивает актуальность проблемы. То есть является причиной того, почему вы делаете этот проект. То есть если это ненужная информация, зачем ее анализировать? В первом предложении мы напишем, что информация важная, ценная и действительно стоит того, чтобы сделать проект на эту тему. Далее во втором предложении мы пишем, что поэтому мы делаем проект. Поэтому я делаю проект сейчас на данный момент и изучаю, почему люди выбирают учить языки. И третье предложение о том, что мы нашли данные в форме таблицы. И вот надеюсь, что эти данные помогут нам разобраться в этой теме. I have found some statistics in a table, in the form of a table, which I believe will be useful for my project. Вот и все. Три предложения в введении. Поехали дальше. Что касается второго абзаца. Что от нас здесь требуется? Select and report two, three facts. Собственно, задание простое. Второй абзац довольно техничный. И здесь от нас требуется выбрать два или три факта из данной таблицы и написать, что вот эта опция, которую выбирают люди из города Zetland, она вот самая популярная. Другая опция, наименее популярная. Вот. И можно еще третий, например, вариант какой-то выбрать. А, например, третий вариант вот прямо вот чуть-чуть отстает от первого. Как вариант. Собственно, здесь нет никаких строгостей с точки зрения того, сколько именно. Скажем, не то, чтобы сколько именно. Тут написано, да, два-три факта нужно прокомментировать. Но я бы рекомендовала своим ученикам, я это рекомендую. Пожалуйста, берите три факта, чтобы остальные два факта оставить на третий абзац. Объясню почему чуть позже. Вот. Безусловно, нет такой строгой рекомендации о том, чтобы абсолютно все опции мы с вами прокомментировали. За это не будут снижать балл. Но мне кажется, тут всего лишь пять всегда опций. И почему бы не прокомментировать их все, чтобы наиболее полную картину получить. Ну, мне кажется, что это логично. И, слушайте, ну не так тут прям много каких-то вот опций, вариантов. Там не 20 же штук, чтобы прямо от чего-то отказываться. Итак, какие предложения мы пишем во втором абзаце? Первое предложение всегда вводное. Да, которое помогает нам логично связать предыдущий абзац с последующим. Например, То есть, ну, вводное предложение, которое, о чем нам дает понятие? Ну, собственно, что данные в таблице показывают нам, почему люди учат английский. То есть, ну, вот что вижу, то и пою. Вот что есть, то есть. Собственно, первым предложением мы пишем, что именно находится в таблице. Ряд причин, по которым люди учат английский. А далее мы просто пишем, какие опции у нас есть. Например, То есть, обязательно мы указываем цифры, проценты. Именно цифрами прописываем там 22%. Да, значок процентов. Это строго обязательно. Дальше. То есть, далее вот мы пишем, что, да, удивительно, что довольно мало людей, всего лишь 12% опрошенных. Для них вот актуально изучение английского для того, чтобы знакомиться, да, для того, чтобы дружить с кем-то. И, например, третий какой-то аспект берем. Making travel easier is the least common reason. Да, то есть наиболее нераспространенная, скажем, непопулярная опция. Это английский для путешествий. With mainly 3% of the respondents selecting it. Да, всего лишь 3% опрошенных это выбирают. Все. То есть, собственно, в данном случае мы не сравниваем ничего. Но важно не путать этот момент. Мы не сравниваем. Мы просто пишем сколько, сколько чего, чё почём. Да, скажем так, вот здесь вот такой показатель с такими-то цифрами, такой показатель с такими-то цифрами. И всё. Не забываем использовать вводные конструкции. Например, rather unexpectedly, да, moreover, what is more. Но без каких-либо дополнительных комментариев. Обратите внимание, никаких комментариев здесь нет. Переходим к следующему абзацу. В третьем абзаце мы с вами сравниваем показатели и пишем комментарии. Например, one, two comparisons. Make one, two comparisons. We're relevant and give your comments. Этот пункт может вызывать сложности в том смысле, что вот какой комментарий писать. Окей, у нас осталось, к примеру, с вами два аспекта. Вот три мы с вами указали из данных опроса. В предыдущем абзаце во втором. Осталось у нас два аспекта, которые мы можем сравнить. И что тут прокомментировать. Я рекомендую своим ученикам использовать принцип, что вижу, то и пою. То есть, по сути, помните, что мы с вами не аналитики. И каких-то долгосрочных таких выводов или прогнозов от нас не требуется абсолютно. Мы просто комментируем данные и должны показать уровень владения языком. Вот и всё. Например, из чего начинается у нас абзац третий? Обязательно с водной конструкции. То есть, мы переходим от предыдущей мысли, где перечисляли просто данные, показывали цифры, к сравнению. Например, Обязательно используйте слово difference, потому что мы сейчас будем сравнивать. То есть, есть определенная разница. И здесь мы уже сравниваем. Для сравнения мы можем использовать просто сравнительные конструкции, что-то больше, чем что-то, более популярно, чем что-то. И этого будет достаточно. Помните, мы не аналитики. Мы просто демонстрируем уровень владения языком. Например, Таким, 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 for example, the need to watch English-language films, Обратите внимание, Последнее предложение является комментарием. Что из себя представляет это предложение? It can be assumed that educational reasons are considerably more important than those connected with entertainment. То есть, мы с вами сравнили. Показатель самый большой, да, то есть, учит английский для образовательных целей. Вот, 57% респондентов. И один из самых небольших показателей. To watch films and foreign languages, 6%, то есть, люди используют для развлечения. Что мы сделали? Мы, по сути, написали то же самое, что и сравнили, только другими словами. Вот про это я и говорю принцип, что вижу, то и пою. Только заменили более конкретные термины, в данном случае, To get greater education opportunities. И, например, films and foreign languages, watch films and foreign languages, мы заменили на слово entertainment. Очевидно, что это развлечение, да, когда мы просто смотрим, пялимся на какие-нибудь сериальчики, да, с Нетфликса. И все. То есть, получается, что образовательные цели, educational reasons, я, в принципе, то есть, ничего, ничего не придумано, Are considerably more important, более, более, скажем, важны для респондентов, чем всякое развлечение. Вот и все. В этом есть комментарий, это и есть принцип, что вижу, то и пою. Далее, переходя к следующему четвертому абзацу, хочу сказать, что мы с вами... Здесь тоже должны быть крайне внимательны, потому что нужно придумать проблему в данном случае. Смотрите, здесь вот на экране выведу сам абзац. Собственно, что важно, ребят, проблему нужно придумать какую-то адекватную, и решение тоже должно быть адекватным. И, пожалуйста, только не надо писать везде, что решение – это обратиться к правительству, правительство за все должно отвечать. Нет, это не решение, то есть решение должно быть конкретным, проблема конкретная, решение конкретное. Давайте вот почитаем пример. И здесь вот важный момент, что в самой формулировке пункта плана, обратите внимание, проблему конкретизируют. То есть, какая проблема может возникнуть не просто в целом в изучении английского языка. Всегда читать четвертый пункт план, он может отличаться, скажем, от повестки общей. А именно, какая проблема в изучении английского за границей. With learning English abroad – за границей. И всегда, где есть вопрос, например, денег, лучше использовать это классная всегда проблема. Деньги, да, вот, всегда объективно. И решение довольно всегда тоже вот понятное, там, не знаю, подкопить или сэкономить, что-нибудь такое. Или какую-то другую опцию выбрать, более, более бюджетную. Итак, то есть, какая объективная проблема? То, что это стоит дофига денег, да. То есть, много денег будут платить за обучение. Какое решение? A possible solution could be to encourage students to study online. То есть, поощрять обучение онлайн, да. Скажем так, его продвигать. This form of education saves a lot of money and time. Прекрасно. Конкретное решение, конкретная проблема. Таким образом, у нас минимум должно быть два предложения в четвертом абзаце. Проблема и решение. Переходим к завершающему пятому абзацу, где от нас требуется сделать вывод. И здесь тоже будьте, пожалуйста, внимательны, потому что вывод нужно сделать не потому, что мы с вами вот в целом описали, а здесь тоже будет конкретный запрос. Читайте каждый вот пятый пункт плана в отдельности. Например, conclude by giving and explaining your opinion on the importance of learning English. То есть, здесь нас требует прокомментировать, дать свою оценку, объяснить, почему мы так думаем, почему важно учить английский. Все. Вот. Что должно быть? Обязательно вводная фраза, например, to conclude. Личная позиция, да. I believe, I think that studying English is essential. То есть, я считаю, что учить английский важно. И далее еще хотя бы одна фраза, комментирующая вашу позицию. Например. Young people are advised to learn it to increase the range of educational paths, career opportunities and communication channels open to them. Как вариант. Ну что, ребят, надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно пишите ваши вопросы и комментарии под видео. Не забудьте ставить лайк этому видео, подписываться на мой канал. И хочу сказать следующее. Следующее. Для того, чтобы максимально эффективно отрабатывать данное задание, нужно как можно больше практиковаться. И здесь наилучшим способом будет ежедневная практика. Эту ежедневную практику я подготовила для вас в формате марафона Корида, который стартут уже совсем скоро. Очень рекомендую записаться. Для того, чтобы записаться и узнать поподробнее о марафоне Корида, где мы каждый день решаем задание ЕГЭ по всем разделам, включая задание 38. Обязательно пройдем все абсолютно топики, которые, возможно, встретятся на экзамене. Для того, чтобы узнать подробнее, проходите по ссылке в описании. Заходите в мою группу ВКонтакте, пишите в сообщении группы, и менеджеры вам все-все подробно расскажут. Там же вы можете узнать расписание Корида. В общем, очень рекомендую вам этот формат. Формат — это наиболее эффективная практика, когда ежедневно вы решаете задание. Так, за оставшееся время до экзамена вы круто прокачаете формат. Задание 38, если оно у вас проблемное. В целом, все остальные тоже задания, потому что обязательно есть и проверка, есть пробники, есть комментарии к тестовой части, есть сборник видеоуроков по грамматике, есть вся готовая, нужная лексика для ЕГЭ по английскому языку. Также я подготовила для вас шпаргалки офигенные, ценнейшие по заданию 38 с готовыми вариантами проблем по всем топикам, по заданию 4 устной части. То есть те, кто дойдут до конца, это классная мотивация, вы получите шикарные шпаргалки. Поэтому обязательно записывайтесь на марафон, проходите по ссылке, записывайтесь ко мне на обучение. Желаю вам ступалов за ЕГЭ, вы крутые, ребят. Всем успехов, пока! Субтитры сделал DimaTorzok